Инвестирование в жилье не ограничивается покупкой квартиры под сдачу в аренду или с целью дальнейшей продажи. Сюда входит еще и ремонт, перепланировка и дизайнерское оформление. Но стоит ли вкладываться в квартиру, где вы не планируете жить? Какие инвестиции действительно смогут повысить цену жилья на продажу, а какие только введут вас в убыток? Разбираемся вместе с риелтерами агентства недвижимости Владис. За что боролись? В первые месяцы после свадьбы большинству молодоженов жизнь видится в розовом цвете. Они обустраивают свой рай в шалаше, начав копить на приличное жилье. Мало кто мечтает поселиться в халупе на окраине Вселенной. Все мечтают о современной многоэтажке с панорамным остеклением, хорошей планировкой, и чтобы остановки до магазина были рядом. Этим надеждам не всегда удается сбыться. Бывает, что накопленного хватает только на однушку в панельном доме на краю цивилизации. Но молодая семья не сдается, и к рождению ребенка планируют приобрести более просторную жилплощадь, а старую выгодно продать и за счет этого оплатить часть покупки. Однако, если молодожены допустили ряд распространенных ошибок, их усилия продать имеющуюся квартиру подороже не приведут к успеху. Жилье окажется малоликвидным, выручить за него пристойную сумму не получится. Ошибка первая. Дорогостоящий ремонт. Многие молодые семьи, которым не удалось с первого раза приобрести жилье своей мечты, пытаются компенсировать его недостатки за счет дорогого ремонта. Встроенная бытовая техника, элитная сантехника, итальянский кафель. Все это, без сомнения, украшает жизнь и имеет место быть. Но только в том случае, если вы в скором времени не планируете продать квартиру. Если квартира приобреталась как временный вариант, то вкладывать в ремонт космические суммы нецелесообразно. Задрать цену жилья на сумму ремонта не получится. Покупатели будут смотреть в первую очередь на транспортную доступность, инфраструктуру и качество дома, а ремонт они в 90% случаев делают под себя, поэтому ваши золотые унитазы им ни к чему. Таким образом, ремонт себя не окупит, а значит, лучше вложить средства в первоначальный взнос на ипотеку или сразу в покупку новой квартиры. Ошибка вторая – перепланировка. Если вы планируете жить в квартире долго и счастливо, перепланировка позволит вам сделать жилье под себя, удобным и эргономичным, под ваши потребности. Но если квартира в ближайшем будущем пойдет на продажу, лучше потерпеть. Любую перепланировку, даже если это возведение гипсокартонной стенки, необходимо согласовывать и узаконивать в соответствующих органах. На это потребуется время и средства. А некоторые виды перепланировки, например, перенос несущей конструкции, вовсе запрещены законом. Продать квартиру с неузаконенной перепланировкой теоретически возможно, но ее цена сразу упадет, ведь покупателю придется самостоятельно решать проблемы с законом. Однако есть исключения, когда перепланировка действительно повышает ликвидность квартиры. По опыту наших риэлторов, таким вариантом может стать перенос дверного проема, например, чтобы две смежные комнаты превратить в две обособленные. Иногда разумным оказывается возведение перегородок, превращение студии в однушку или однушки в двушку, но здесь нужно трезво оценивать, станет ли квартира более удобной и эргономичной. А самое главное важно помнить, перепланировку нужно сначала узаконить, а потом выставлять жилье на продажу. Ошибка третья – эксклюзивный дизайн. Под дизайном может пониматься как частовая отделка, так и упомянутые выше ремонт и перепланировка. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Проблемы возникнут все те же. Во-первых, продумать самому все нюансы оформления очень сложно, а услуги профессионала влетят вам в копеечку. Немало средств потребует и сам дизайн, ведь обойтись дешевыми материалами и мебелью не получится. Во-вторых, покупатели могут не оценить вашего креатива, а значит повысить цену за счет дизайна не выйдет. Кроме того, стоит помнить, что полноценный дизайн требует колоссальных вложений, и в обычной квартире попросту не окупится. Иногда квартиры с отделкой имеют успех, особенно если покупатели окажутся неприхотливы и будут стремиться как можно скорее въехать в новое жилье. Но излишний креатив здесь только помешает. Жилье на продажу лучше оформлять в классических светлых тонах. Хотите продать квартиру с выгодой? Риелтеры агентства недвижимости Владис готовы предложить вам свои услуги. Мы не только подберем для вас жилье на имеющуюся сумму, но и подскажем, какие мероприятия предпродажной подготовки принесут вам наибольший успех. С нашей помощью продажа не заставит себя ждать. А еще мы можем оказать вам содействие в получении ипотеки в банках-партнерах на лучших условиях. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...